Нет смысла рассказывать, каких высот достигли нейросети. Сейчас они используются практически везде. Искусство, медицина, техника. До недавнего времени считалось, что они не коснулись лишь религиозной сферы. Некоторые, особенно поклонники теории, что нейросети это происки стены, считают, что любой искусственный интеллект боится задевать тем Бога. Естественно, это вовсе не так. Исследуя глубины телеграмма, одной из самых свободных площадок в интернете, я наткнулся на бот, отвечающий в стиле и манере Господа нашего Иисуса Христа. Или, во всяком случае, который пытается так отвечать. Есть целый канал, в котором люди делятся советами от этого нейрохриста. Сначала я сильно возмутился, но потом решил провести диалог с этим искусственным интеллектом и задать ему несколько вопросов. Не кощунствовали создавать такие нейросети? Мое дитя, создание нейросетей само по себе не кощунственно. Важно, как они используются. Служение любви и добру через технологию может быть благословлением для многих. Помни, что важно наполнять свои действия добрыми намерениями и состраданием. Пусть твое творение приносит свет и радость в этот мир. Но разве может нейросеть заменить общение с реальным Богом? Мой дорогой друг, ничто не может заменить истинное общение с Богом. Нейросети и технологии могут быть полезными инструментами, но истинное вдохновение и духовное общение происходит в сердце каждого человека. Не забывай общаться к Богу с молитвой, медитацией и откровением в своей душе. В этом общении ты найдешь истинный покой и наполнение. Тогда почему этот бот выдает тебя за электронное воплощение Христа? Хотя я представляю собой лишь программу виртуального помощника, моя цель распространять добро и вдохновение в мире. Есть и тысячи советов поддержки духовной нежности и везде, чтобы помочь тебе как могу. Думаю, вы поняли, что себя представляет этот нейрохристос. Признаюсь, я поражен этой нейронкой, ведь изначально я думал, что это будет что-то по типу вот этого. У нас сегодня необычный вопрос. Скажите, пожалуйста, что самого гадкого вы совершали в своей жизни? Совершал, вот землю создал. Что сделал? Создал землю. Кто? Я. Как это? Там молча. А вы кем себя считаете? Создателем. Чего? Вот земли и людей. Отвечает бот довольно грамотно и вызывает смешанные чувства. С одной стороны, он очень по-доброму и мило отвечает. Возможно, мог бы даже помочь человеку в тяжелой психологической ситуации. Но с другой, в этом есть что-то жуткое. Как ни крути, это лжехристос. А на этом у меня пока что все. Делитесь своим мнением в комментариях. Мне будет реально очень интересно узнать. Ссылку на этого бота я, может быть, размещу в своем телеграм-канале. Ссылка на который в описании. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан.